Где-то в России в одной деревне жил-был мальчик обыкновенный. Как и все другие дети, он был ничем не приметен. Любил играть в разные игрушки, бросать в воду ракушки, с ребятами купаться в речушке и очень любил маленьких зверюшек. У него было несколько котят и кошка, собачка, хрюшки, утки. Но они надоели ему немножко. Собака все время сидит в будке, кошка сама по себе, котята всегда при ней. Утки и вовсе не интересны были. В общем, зверки его не очень любили. Мальчику хватало всего несколько дней, чтобы любить одну зверюшку. После он становился к ней злей, мог ударить ее в тихушку, объясняя тем, что это в воспитательных целях и говоря при этом, что бью, значит люблю. Хотя, когда родители его наказать сами хотели, он говорил, что кто слабее, того не бьют. Но история-то немного про другое. Как-то мальчик шел к бабушке в другую деревню, что рядом. И проходя через поле луговое, на спрятанное гнездо в траве он устремился взглядом, в котором было три птенца жаворонка полевого. Мальчика охватил невероятный интерес к ним. Птенцы же притихли, увидев перед собой чужого. А у мальчика появилось желание получить кого-то из них. Рука у него сама потянулась на одного из троих. Птенцы начали пищать изо всех сил, на что мальчик резко схватил одного. И свое желание он осуществил. «Я тебя не обижу, не бойся ничего», сказал мальчик птенцу, держа его в руке. Но птенец продолжал звать маму на помощь. Но мама улетела искать еду к реке. Принеся его домой, мальчик нашел клетку. Поместил туда птенца, поставил на табуретку. «Я тебя выращу, и ты будешь моим другом. Мы будем как настоящая команда». На самом деле птенец стал волей мальчика рабом, не имея силы противостоять такому гиганту. Мальчик держал клетку в сеновале, скрывая нового питомца от родителей, понимая, что они всегда возражали таким поступком мальчика-вредителя. В первый день он пытался его кормить, но птенец не ел ничего из рук его. Пытался его немного водой напоить, но из этого тоже не вышло ничего. Птенец паник, став рабом воли мальца. На нем и вовсе не было лица. Отчего никто не научился рванца, что маму и дитя нельзя разлучать никогда. Мальчик всем друзьям рассказал, что у него теперь собственный друг, что нашел его в поле и к себе собрал. Ребята решили посмотреть на птенца вдруг. На сеновале столпилась толпа детей и все глядели на поникшую бедолагу. «Этот птенец не хочет быть твоим», сказала девочка по имени Оксана. «Ты-то откуда это можешь знать? Ты что, читаешь мысли птиц? Ты не имеешь права все, что захочешь себе хватать. Это тоже чей-то ребенок». Мальчик начал притворно хохотать. «Думаешь, я слушаю мнение девчонок?» «В этот раз тебе нужно послушать. Ты разлучил ребенка и маму. Ты думаешь, что у птенца с тобой будет дружба? Нет, птенцу скоро тебе придется копать яму, чтобы похоронить его в землю, ведь он не проживет у тебя и неделю. Ты не сможешь окружить его заботой и вниманием, так как это сделает его мама. Представь, что тебя поместили в клетку и лишили свободы, а похититель пытался бы поднять твой дух конфеткой, чья бы помогла тебе забота?» Дети стали поддерживать Оксану, ведь она все правильно говорила, а мальчик стоя молча все понял сразу, ведь девочка своими словами его поразила. Он открыл клетку и аккуратно взял птичку в руки и с ней на улицу вышел. В глазах у мальчика блестели слезки, на сеновале никто не остался из детишек. Все шли за мальчиком следом, а мальчик с птенцом в руке вышел в поле. Словами девочки до слез задетым, он решил вернуть птичке волю. Придя на то место, где было гнездо, жаворонок сидел с двумя птенцами. «Давайте немного отойдем», сказала девочка по имени Окса. Мальчик один подошел к гнезду и рядом ребенка жаворонка положил. «Прости меня, я больше не буду, я пойду», сказал мальчик и к своим ребятам поспешил. «Молодец, что ты его освободил, теперь ты понял, что неправильно поступил», проговорила девочка Оксана мальчику. «Я просто хотел любить его и быть птичкой любим, но не ценой их расставания, я понял свою ошибку». «Их стоит любить, но не во вред им самим», сказала девочка, повернувшись к ребятам остальным. И все ребята пошли домой после этого. А теперь скажу ребятам, что на канал подписаны. Вы досмотрели это видео из интернета? Держите при себе слова девочки Оксаны. Конец.